Здравствуйте Друзья, мы снова вместе с Вами Это будет уже шестая серия, а когда-то, надеюсь, будет и шестидесятая А может и шестисотая Количество моих работ Только одних фильмов полторы тысячи снято Статей больше четырехсот напечатано И еще много разного материала Почему я веду разговор? Потому что кто-то может плохо слышать Кто-то может плохо видеть Кто-то может и то, и то Но темы интересные, злободневные Сейчас в этом убедитесь Одно из них надо было по-другому название сделать Например, есть железо, есть новое садоводство Похоронили железо, а когда-то их похоронят уже в натуральном виде Тогда значит садоводство не будет Потому что очень много друзей, но врагов тоже хватает Все эти годы хватало Вот это вот спокойное мое рассуждение на эту тему Послушайте, пусть это было несколько лет назад Пусть уже отгремели обиды и прочее Но сама проблема осталась Поехали Итак, статья из тех времен Разговор с модераторами назрел В интернете Заметьте, что как мало изменилось Ведь у меня только сейчас пришли три А, появилось новое качество Ой, как-то надо будет вам показать Надо будет показать Ладно, наверное, в следующем фильме Там у меня, значит, используют мою фотографию Используют Пишут натурально совершенно чужие сайты Ну, а сайты там, что я Что это мои сайты, я веду Когда-то начиналась страшная история была О ней мы сейчас поговорим Одна из многих Итак, в интернете практически сразу на всех садоводческих сайтах Сложилась этакая группка людей С противоречивым характером От кого-то ушла жена И он голоден И зол на весь свет У кого-то погиб сад Выращенный по книгам, газетам Кто-то искренне верит Что в России ничего южного вырастить Не может быть в принципе Балу справочников Везде предел в минус 30 В те же косточковых И прощай сады Кстати, еще и меньше, чем минус 30 Кто-то считает Что все давно изобретено И мы современные садоводы Ни на что не способны И не более, чем жалкие подражатели Великих имен 19-го и начала 20-го века А кто-то считает, что мы Не имея специального сельхозобразования Не имеем права выращивать великолепные фрукты А они незаконно родственные Без их разрешения Растут там, где им официально запретили И навсегда поставили жирный крест На продвижение на север и на восток Их не так много злобствующих Но они успевают везде Надо его добавить Прыгая с сайта на сайт Вред от них гигантский Вот один из них пишет В двухметровых снегах Приснежной и морозной хакасии А ведь ему, примиркавшимся авторитету Верят И опускаются руки у тех, кто поверил И уже никогда у тысячи садоводов Не будет подвойных саженцев Выдерживающих проморозку грунта На 10 градусов ниже общепринятой Вот второй пишет Что какой-то металлург Это я Не имеет права учиться садоводам Вот третий пишет Что железов дурит народ А ведь он заслуженный агроном России И мне уже никогда не отмыться Вот Вот четвертый пишет Что таких огромных абрикосов Не то, что в Сибири А в России не бывает Это фотошоп Вот пятый пишет Что в Сибири вырастить роскошные абрикосы В принципе невозможно И он был бы прав Если бы я не нашел сверхморозостойкие подвои Из Дальнего Востока Не забрал метод Названный моими друзьями Наслоянием ментора Не открыл Что на дереве есть особые морозостойкие почки Их надо выявлять и клонировать В скобках Селекционное клонирование А еще не понаделал с помощью морозов Незаконных вегетативных гибридов Заработал в ненавистной современной науке прозвище Лысенковец Так В скобках несовместимость В скобках несовместимость И только поэтому дерево все же живое Но не выдерживает ни настоящего мороза Ни ветра Ни оттепелей Вот седьмой К будущему горе покупателя Является владельцем питомника А наученным моим сайтом Наученные моим сайтом Дисками и статьями Клиенты начинают доставать халтурщик А на что привиты ваши абрикосы А вот Железов пишет Что на вишне это плохо Имеется ввиду Эти самые Абрикосы А почему на ваших сайтов Нет отметки север-юг И границы земля-воздух А это кстати все святое Только еще до сих пор нигде не пользуется этим А получает вот век Все это ерунда Что пишет Железов Вот Да пошел Это тоже добавляет Вот восьмое Видимо сбежали с дурдома Залез в интернет И на форум пересаденного хозяйства Такой журнал был популярный Не знаю как сейчас он И назывался Железовым И с ним умно И серьезно Разговаривают засегдатые специалисты В кавычках Вред огромный Ведь на популярные сайты заходят И люди простые и порядочные Разуверившие Железовым Они никогда не вырасят в такие же сады Цитирую отрывок из письма администратора моего сайта Это Катерина Кузнецова Вот Все Уже сама нашла Почитала И посмеялась Знаете По-моему Сильно Обращать внимание на это не стоит Во-первых Всем Кто хоть Что-то понимает Дела садовых Уже и так ясно Что над ними просто Поиздевались Ну на нашем сайте Возможно Стоит сделать публикацию Чтобы постоянные читатели Не попались на эту удочку больше А вообще Все что не делается Даже эта попытка Насолить вам Оно к лучшему Если я права Посещаемые сайты У нас на этой неделе Увеличится и прилично Проверим Кстати Любой скандал Это да Увеличит Причем не важно То ли грязью поливают То ли хвалят Уже независимо от этого Грязью даже лучше Эх моя милая администраторша Катерина Мое сердце забивает Гвоздь за гвоздем Все недоброжелатели Ждут смерти Моей и моего сада Вот Как они обрадовались Когда я сообщил Что к весне 2010 года Погибли 4 лучших Плодоносящих Неукрылых персика С которых я От нищеты В скобках пожар Срезал потоп По 150 веток В начале зимы И продал их Надо было Слово написать Предал Сумил собственно руками Сам рассказал Страшной беде А какой радостный Виск поднялся А как обрадовались Друзья в кавычках Когда я на московской конференции Нет Не рассказал А только попытался Рассказать правду О широко пропагандируемых Учеными Гибельных агроприемах Не дослушали естественно И попросили с трибуны Я ведь совершил Главный подвиг В своей жизни И этим приблизил На несколько лет Свою смерть Чудом доехал домой Четыре дня Лежал Это самое На полке Купе До сих пор Живу на Валидоле Но не ожидал Что рассказал Горькую правду Дам козырь тем Кто внушает Везде всюду Что ученые Железов прогнали А раз так То получается Что новка Досконально Разобралась Тюрехи Практика Железов И поставила крест Так что ли А сайтов Где глобствуют Друзья Десятки Из-за них Нет никакой надежды Что садоводы Любители Узнают правду И перестанут Убивать деревья Собственными руками А еще я обращаюсь С сельскохозяйственным сайтом Содрульцев и форумом Господа модераторы И к вам Модераторы форума Председательного хозяйства Вскормившие Лжи Железова Подлеца И проходимца Вот Кстати Сноска Мне кажется Что не было Никакого Лжи Железова Это вы Ненавидя меня Ведь я же Получается Что практически Все что вы пропагандировали Это смертельные приемы Вы обращались ко мне Говорили Железову Имитесь Вы поливаете У нас грязь А я всего лишь говорил Этот Не упоминая Описательных хозяйств А это потом Друзья Я уже начал Уже после этого Когда у меня Руки оказались Развязаны Вот Уже потом Я говорю Нет Надо написать Что обрезка летняя И вот вам Живица Искалечили Замажьте Осенние Искалечили Замажьте Ранне Зимние Искалечили Замажьте И тут же реклама Этих самых Живица Хорошая вещь Живица Но не количество дерева Не нужна живица Реклама Победила вас Вы стали Предателями Вот те самые Модераторы Вот Поэтому Мне кажется Что от злости Это вы сами Железова Придумали Вот И он царствовал Долго-долго На это И люди удивлялись Что же за Железов Это такой Ладно Это была Сношка Вам только Кажется Что позволяя Оскорблять Настоящих Садоводов Всякой швали Вы делаете Коммерция Блин Их и себя Популярными Но мне Сотни людей Писали Что раз Вас Валерий Красивович И плюс Десяток Знаменитых Имен Поливает Грязью Это Самый Грязный Сайт ПХ А модераторы Только грозят Пальчиком То мы Тогда Больше Не ногой Но вам Господа Модератор С голоду Все же Не умереть Вы по идее Не божители Я так думал Сами лезьте В эту грязь Форум ПХ Участвуйте В скандалах Извлекайте Скандалы Подобно Последним Свои дивиденды Посещаемость Без Проигрыша Лотерея Стоит Только Новичкам Набрать Поисковики Известные Фамилии Тысячи Иных Людей У вас И неведомыми Что учат Их там За редким Ценем Люди Скрывающие За кличками И звериными И другими Фото Ошалявшие От бесконтрольности Безнаказанности В интернете И не вырастившие Ни одного Дерева Примечание Это вам Мое фото На память Мы с друзьями За звериными Фото И дебильными Кличками Не прячемся А у вас Только Эти звериные Морды И дебильные Клички Вот И адреса И телефоны Не скрываем И не бьем В спину А вы Будущие Друзья Садоводы Бегите С грязных Сайтов Как черт Откладаны Кстати Я бы не упомянул Был лишний раз Ну извинились Был в конце концов Ну нельзя же Так то Тогда бы Не было бы Этого разговора На фото Переделанный Вегетативный Клон Академика От Железова Вот он Скромненький Такой И такой Солотенков Ну свой Не зависит От меня И для чего Простым садоводам Лезть за эту информацию Сюда Где умно Объяснят Что таких плодов Не бывает Горе-специалисты Цитируют Только сами себя И друг друга Не напрягая Мозги чтением Курдюма Латенкова Горноволова Бродского Наги Шадрина Раздуваясь От гордости Но их безграмотные Монологи Только для Дурачивания Простаков И друг друга Вот это Знаете Как царствовать Это Ооо Как надуться И главная Веда в том Что они сами Верят В свою писанину Так что Вы правы Екатерина Нашелся Тот Лжа-железов Кто посмеялся Над ними Может он и вовсе Не из дурдома А только косил Под придурка А на самом деле Будущий Салтыков Шедрин Кстати Нового Гения Литературы Масштаба Достоевского И Салтыкова Шедрина Мы в наше Идиотское время А оно Вопиет Просто Заждались Наверное Такая Рут Пиздето Уже давно Пылится На антресолях Но по себе И по своей Неизданной книге По садоводству Знаю Того Кто расскажет Житейскую правду О современной России Никогда Не напечатают У нас ведь Поставили Штамп читателей Штамп читателей Грязных Сплетен Порнухи Бездумного Из В общем Бездумного Ижвачного Населения А вот это Вот Мне прислал Стихи Мой друг Я тебя понимаю Ах Как я тебя понимаю А то Как мы жили И чем занимались Будет Ценено Только не нами Нас подставляют Подножки Нам подставляют Подножки Подонки Нас обливают Грязью Ублюдки Спутать хотят Наши с вами Тропинки Пытаясь Заставить Плясать Под их дудки Но есть у таланта Настойчивость воли И правду И силу своей щити Такая У нас видна доля Мы лишь должны Закаляться пути И повторюсь Кому-то надо Быть и почвой Да Вот так Значит Я почва Так 13 октября 13-го года Валерий Валерий Живец Посвящается Вот это вот Стихи Которые мне Посвятились Я напалась С такой гордостью А мне уже 71-й А я буду Продолжать Спасибо Сергею Вот Я буду Продолжать Примечание Обращение К друзьям Просьба И это письмо Отправить на все сайты Содружества Портала Форума Хватит нам Отсиживаться Оболганным Униженным Жене Валерий Константинович Адрес Ничего Не скрываю Телефоны Емайл Сайт Вот так Друзья Вот так На этом Как бы Высокая ноте Я заканчиваю Сегодняшний разговор До свидания Друзья Вот Если бы вы знали Что Это уже Позади Есть уже Еще и лучше Вот Не верят Не верят Ученые В люд Нет Не так Я оговорился Чуть не обманул Некому верить Все Содоводство В лице Ученых Настоящих Думающих Уничтожено Низкими Зарплатами Унижениями Вот Поэтому Мы будем Сами Мы будем Сами До свидания Друзья До свидания